Здравствуйте, в эфире телеканала Дон-24, программа «Что волнует?». И сегодня у нас в гостях, как уже мы все привыкли к такому, на дистанции, на безопасном расстоянии, Александр Горлов, начальник отдела по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области. Александр Викторович, добрый вам день. Добрый день. Александр Викторович, ну, в период пандемии, наверное, пока все сидят дома, да, сидели дома до недавнего времени, наверное, мошенничество в IT-сфере, они, наверное, активизировались, наверное, да. Какие наиболее популярные сейчас схемы обмана граждан, да, то есть что делают мошенники, чтобы, ну, так скажем, выводить деньги, наверное, из граждан, из граждан России, Ростова, Ростовской области? Ну, один из самых распространенных способов сейчас это, безусловно, когда звонят службы безопасности различных кредитно-финансовых организаций и банков, и тем самым говорят о том, что какие-то мошеннические схемы происходят с банковскими счетами потерпевших, и для того, чтобы предотвратить данные операции, необходимо назвать все реквизиты банковских карт граждан. Вот это одна из распространенных схем. Также в настоящее время у нас участились случаи, когда на различных интернет-площадках по продаже и покупке товаров осуществляют якобы безопасную сделку, в ходе которой потерпевшему или гражданину присылают ссылку для оформления этой безопасной сделки, и при оформлении этой сделки в ссылке, которую получил гражданин, он вводит банковские реквизиты, карты, после чего у него списывают денежные средства. Тоже один из таких распространенных видов мошенничества. И как также один из распространенных, это у нас фишинговые сайты, зеркала так называемые, официальных сайтов различных кредитно-финансовых организаций, на которые люди заходят, считая, что это сайт того банка, по которому необходимо провести те или иные операции, возят все свои реквизиты, карт, и тем самым злоумышленники похищают у них денежные средства. Ну, опять же, о чем говорили, что сейчас период пандемии был, и, соответственно, еще продолжается, в некоторых регионах, у нас, в частности, там еще не все ограничения сняты. Статистика мошенничеств за последние полгода в сфере IT-технологий, цифры эти выросли в период пандемии из-за коронавируса или нет? Или все-таки осталось все, как и было? Цифры, они, такого значительного роста не было. Оно вот как есть, как идет оно стабильно. Нет такого, как бы, роста преступления данной категории. Ну, а если говорить о, так скажем, о каких-то цифрах, что это за цифры за последние полгода, если говорить? В настоящее время у нас подводятся итоги, и, ну, как бы, мы подводим именно итоги по цифрам, и цифры будут чуть позже. Ну, и, наверное, главный вопрос, наверное, да, вот вы сказали, что про разные виды мошенничеств в интернете, так скажем, да, с помощью IT-технологий. Знаю много знакомых, которые и попались, которым звонили те же самые мошенники, да, которых вы упомянули. Как себя обезопасить, все-таки, как не попасться на эту удачку? Ну, вот, что касаемо служб безопасности банков. Неоднократно мы и с вами обсуждали уже эту тему, что ни одна служба безопасности ни одного банка, ни одной кредитно-финансовой организации никогда не звонит держателю карты. Ни при каких обстоятельствах. Если вам позвонили и представились службы безопасности, и начали рассказывать различные ситуации, при которых возможно списание денежных средств, это однозначно мошенники. Ни в коем случае нельзя называть никакие реквизиты карт, ни в коем случае нельзя закачивать в телефон какие-либо программы. Зачастую мошенники говорят о том, чтобы обезопасить вашу карту, или для того, чтобы предотвратить преступную сделку, необходимо закачать программу, которая якобы обезвредит ту или иную программу удаленного доступа. Они различные программы, есть антидекст, есть таймвив. Вот эти все программы, после чего, когда гражданин к себе закачал, позволяют злоумышленнику полностью распоряжаться онлайном банковским потерпевшего. Ну то есть, вот если говорить кратко, то служба безопасности банка никогда, ни при каких обстоятельствах, не звонит напрямую держателям карты. Правильно? Верно? Абсолютно верно. Никогда. Это у них даже прописано в уставе. Это нельзя делать. С точки безопасности банка. Ну, наверное, тоже в целях безопасности, опять же, да? То есть, это и прописано в уставе тоже самое. Так точно. Да. Поэтому, я же говорю, самое главное, если вам позвонили, то сразу же обрывайте этот звонок и ни в коем случае не называйте реквизиты карты. А как-то потом как действовать? То есть, если вот, допустим, позвонили, набрали, да, так скажем, куда-то можно обратиться? К вам, к примеру, да? То есть, написать какое-то заявление, что вот ко мне обращались с такого-то номера, что вот, ну как бы, что такое произошло? Конечно. Можно обратиться в отдел полиции по месту жительства. Можно с учетом нынешней технологии написать заявление на официальный сайт ГУМВД России по Ростовской области. Конечно, как бы, если случилось с вами такое, то сообщайте в органы внутренних дел. Есть примеры каких-то раскрытых преступлений, да, сейчас вот таких явных, может быть, на ум приходят, которые, ну, в сфере IT-сферы, в IT-сфере, да, так скажем, преступлений, мошенничества? Ну, именно нашим профильным отделом был задержан гражданин, который, находясь в городе Пель, также представлялся сотрудником службы безопасности банка и похищал денежные средства. Причем, он зачастую подменял свой голос, имитируя женский голос, что вот якобы он сотрудница банка и что в настоящее время по карте потерпевшего проводятся какие-то непонятные операции мошеннические. Ну, и каким же образом, если это не секрет, конечно, так вот для обывателей, расскажите, как удается задержать таких людей, то есть, ну, какую-то внутреннюю кухню немножко, если можно. Ну, понимаете, не можем раскрывать свои методы и тактику, извините, конечно, но вот у нас мы не можем это сделать. Но, в принципе, это возможно, так скажем, то есть, если вы позвонили, человек пожаловался, что-то ему позвонили, обманули его, так скажем, да, это возможно вычислить такой человек, который звонит и как бы, то есть, непосредственно занимается вот такими вещами? Конечно, активно работаем в этом направлении, есть определенные наработки, конечно, можно вычислить, установить и задержать. Ну, и, наверное, легче, наверное, все-таки проводить какую-то профилактику, чем уже ловить, так скажем, преступника, который уже совершил преступление. Вы проводите какую-то профилактику среди населения, да, и каким образом это делается? Мы совместно с нашей пресс-службой ГУМВД России по Ростовской области проводим профилактические мероприятия на территории Ростовской области, по районам области, разрабатываются специальные методички, рассылается информация по различным мессенджерам, различные группы социальные, работа в этом направлении активно ведется. Александр Юрьевич, но все-таки вот если позвонили с, ну, вот как вы говорите, служба безопасности банка, да, то есть они уверяют, вот недавно была история просто, да, у нас, да, в компании, так скажем, позвонили, сказали, что вот у вас есть там сберкарта, то есть какая-то, ну, то есть там сберегательная какая-то карта, потом еще какая-то карта, потом позвонили якобы из другого банка, то есть служба безопасности банка, когда ты приходишь в банк, так скажем, то есть она что-то может сделать или все-таки это все через вас, через полицию и так далее, то есть все это уже как бы после, да, исправляется, эти деньги, возможно, не знаю, вернуть там или поймать мошенников только через полицию или банк все-таки может заморозить как-то эти вещи? Зачастую, зачастую, если гражданин вовремя отреагировал на мошеннические действия, то банк может заблокировать эти денежные средства, тем самым, после чего в судебном порядке или в рамках возбужденного уголовного дела гражданин может вернуть похищенные у него денежные средства. Ну, а вот, как правильно вы сказали, зачастую, позвоня потерпевшему, представившись одной службы безопасности банка и похитив все карты, которые они представились, например, одной финансовой организации, злоумышленники сразу спрашивают, какие еще есть карты, какие счета, каких банков, и как бы говорят о том, что сейчас они переключат на службу безопасности другого банка, якобы у них там альянс различных служб безопасности всех банков, и гражданин тем самым покупается на эти уловки и начинает называть реквизиты карт другого банка и из них также списывают эти деньги. Вот как поясняют потерпевшие, зачастую они говорят, что они были осведомлены о способах мошенничества, но злоумышленники настолько были убедительны, что вот они действительно поверили, что это служба безопасности. Вот я думаю, что нам самое главное с вами это сейчас как бы донести до людей, до граждан о том, что вот как и повторяли мы, что служба безопасности не звонит ни при каких обстоятельствах. Как один из способов даже представляете переводят потерпевшего, что якобы с ним будет разговаривать робот, якобы что робот переключают, идет музыка, как вот настоящим в банк, когда ты звонишь в банк, и тем самым якобы робот с ними разговаривает. Вот до таких вот уже моментов дошли мошенники, злоумышленники. И, наверное, еще такой, не знаю, существует стереотип у нас у обывателей, что мошенничают в основном, так скажем, люди, не знаю, из мест лишения свободы звонят и так далее. То есть это миф или все-таки это такое, как бы, ну, есть такие случаи, не знаю, там, в каком проценте они, так скажем, существуют или нет? Или все-таки это миф? В основном, сейчас, в настоящее время, здесь работают, как сказать, профессионалы своего дела, которые четко знают по шаблону, как правильно говорить, что говорить. и я даже думаю, что имеющие опыт работы в различных кул-центрах. Угу, надеюсь, что сейчас наш разговор многие услышали и, ну, по крайней мере, меньше людей будет попадаться на удочку мошенников. Спасибо вам большое за такой обстоятельный, серьезный разговор. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Угу, всего доброго. Это была программа «Что волнует» на телеканале Дон-24. Меня зовут Иван Полехин. Увидимся.